Дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии под роликами. В марте в социальных сетях появилось видео, на котором пожилая женщина выходит к украинским военным с красным флагом. Те предлагают ей гуманитарную помощь, отбирая при этом флаг. Женщина отказывается взять в руки продукты, заявляя, что под красным флагом погибали ее родители. За вас, и за Путина, и за весь народ. Конечно. Спасибо. Вот. Сейчас я вам же отблагодарю вот это, то, что вы ждали. Давайте, давайте, пожалуйста. Давай, держите, без покида. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Удачи! За тот флаг, который мои родители погибали. Затем украинские военные объясняют бабушке, что Россия начала войну против Украины. Видно, что все присутствующие находятся в недоумении. А вот, что говорит голос за кадром. Кто вот это стреляет, скажите? А это самое? А наши дают? Если вы приходите с миром, так кто? Вот это вам... Флаг забери, да. Образ женщины с флагом СССР активно используют пропаганды и россияне, поддерживающие войну в Украине. Во многих российских городах появляются плакаты, граффити и скульптуры. Так, например, скульптура женщины была установлена и в Белгороде, но из-за актов вандализма ее было решено перенести. Российские СМИ что только не писали про бабушку. Одни сообщали, что ее увезли родственники в Россию. Другие заявляли, что, возможно, женщину убили украинские военные. В общем, сделали из нее, можно сказать, мученицу. Но оказывается, что вышедшая с флагом пенсионерка клянет российскую армию за разрушенный дом. Новое видео с участием бабушки с флагом опубликовал в среду Украинский центр стратегических коммуникаций. На видео ее называют Анна Ивановна Иванова. Сообщается, что она вместе с мужем сейчас находится на подконтрольной Украине территории в одной из больниц Харькова. Ее дом, как утверждается, пострадал от минометного обстрела. По словам Анны Ивановны, она вышла с красным флагом к военным, думая, что это россияне, чтобы убедить их не громить село. Сейчас она сожалеет о своем поступке, поскольку многие люди в Украине стали обвинять ее в предательстве. Украинские военные на видео призывают не обижать пожилую женщину. А сама Анна Ивановна на видео говорит, что не рада тому, что стала знаменитой. Лучше б не было войны, говорит она. Впрочем, остается неясным, является ли бабушка жертвой российской пропаганды или же она действительно пыталась всех перехитрить. Тем не менее, сейчас она точно уверена, ее дом бомбили россияне. Это был ютуб-канал Чайка. Подписывайтесь и следите за актуальными событиями вместе с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok